Ну что же, мы действительно хотим практиковать эсихазм или тренировать себя на отжимании от пола, чтобы начинать это делать бесконечно, но мы все время отвлекаемся. Давай, вперед, соберись, ты сможешь. Хотя весь наш организм и сознание может сопротивляться и немножечко попискивать при этом. Всем привет, в эфире радио НЛП, я его сегодня ведущий, а вообще продюсер Александр Герасимов. Сегодня у меня в гостях Наталья Луковникова. Наталья, привет. Привет. Ты в каком-то смысле особенный гость. Сейчас я немножко такую предысторию расскажу, после чего вот с этим чувством ответственности мы тебя послушаем. Однажды, когда я уже изучал НЛП, прошел практикой мастера, там уже даже несколько мастерских прошел, как обычно бывает, у меня такой синдром Бога, что ли, появился ощущение, что я все могу, ну как минимум. И, ну, как бы начал ходить по всяким разным там тренингам, мероприятиям. И куда бы ни приходил, у меня всегда было такое стойкое ощущение, что я как минимум знаю, о чем там идет речь, потому что это какие-то психологически очень понятные там инструменты. А в максимуме так я просто мог бы мысленно встать на место тренера и продолжить вместо него вести это мероприятие, тренинг. И неважно, в данном случае это были какие-то там очень такие курсы про общую психологию или какое-то конкретное направление по работе с сознанием. И вот в таком расфокусированном состоянии я искал что-то, что меня, для меня эта ценность там могло удивить. И мне, значит, мой один очень хороший знакомый Андрей Хлопушин, Андрей, если слышишь, поставь лайк, сказал, что в Питере, я в Питере тогда жил, это мой такой петербургский период, сказал, а здесь в Питере есть, короче, специальная какая-то группа людей, которые владеют сверхспособностями, могут этому научить, они двигают предметы, они могут там проходить сквозь стены, останавливать время. И вот это вообще все. Я говорю, познакомь. Он говорит, это вот, ребята, психонетика. Мне название, кстати, понравилось. То есть оно никакое не эзотерическое, очень такое, какое-то созвучное, что ли, мне. И я такой, хорошо. И вот я пришел на первый, наверное, там, ну, был открытый какой-то, открытый какая-то встреча. Я начал делать там соответствующие практики, про которые ты расскажешь нам, да. И я подумал, офигеть, это именно то, что вот просто меня, ну, как-то, вот это то. Еще маленькая ремарка, и НЛП это такое над психологией, как я считаю. То есть НЛП берет, описывает процессы, которые происходят, неважно, там, психологии, в переговорах, в продаже, где угодно, и выявляет такую эффективную стратегию. И я впервые с психонетикой я столкнулся с тем, что есть штука над НЛП. Я думал, НЛП это мета-все, оказывается, есть психонетика, она над НЛП. И второе, с чем я столкнулся, это, что вот ответственность за обучение психонетики, вот, насколько тотально на, ну, там, условно, на мне, то есть, мотивировать заниматься психонетикой бесполезно. Ну, то есть, это неправильно будет, это будет оскорбление психонетики, что ли. Вот, и сегодня у нас в гостях Наталья Луковникова, которая знает про психонетику очень много, почти все. Что такое психонетика? О, да, что такое психонетика, это прекрасный вопрос. Вот мне очень понравилась твоя метафора, и мне кажется, что на самом деле психонетика даже не над НЛП, а наоборот, под психологией. То есть, для меня психонетика, это, конечно, повышенное внимание к своим собственным внутренним процессам, но мы привыкли к тому, что у нас есть что-то, что мы про себя понимаем. А есть, оказывается, вещи, которые мы не понимаем, не видим. Ну, с этим тоже обычно учит работать психология, у нее есть масса разных инструментов, которые подсказывают, как увидеть невидимое в каком-то определенном ракурсе. Но оказывается, что мы можем что-то даже провоцировать. И все, что мы не видим, или все, что мы, например, спровоцировали, мы можем далее культивировать. То есть, для меня психонетика – это культивация некоторых внутренних психологических процессов или психологических инструментов, которые зачем-то мне дороги, нужны, которые могут либо создать мне какую-то радость жизни, либо повысить эффективность. То есть, собственно говоря, это выращивание из материала собственного сознания разных хороших вещей, инструментов, процессов, которые мне интересны. Я бы, наверное, в какой-то мере описала это примерно так. А вот именно поподробнее, что значит выращивать? То есть, ну и как бы у меня есть какое-то понимание, а вот как, что значит выращивать? Я как-то просто столкнулся, такое тоже одно из сильных переживаний было. По-моему, Бухтияров рассказывал, что типа там, ну у нас же есть ограниченное, очень ограниченное количество способов воспринимать мир. и что у нас там в условно спящей зоне находится там какой-то новый орган чувств, которого можно даже, ну как-то, который не то, что нет, у нас нет даже. Ни языкоописание, ни то, что он может, ни как его там разбудить и как им пользоваться, и даже слов, которые описывают то, что он делает, нет. Как это сделать? Ну, мне кажется, что, собственно говоря, вся психонетика этим и занимается, но, наверное, как и некоторые более традиционные и долго живущие психопрактики. То есть, действительно, человек же это сформировавшаяся определенная структура, которая задана и культурно, задана воспитанием, задана каким-то опытом личной жизни. Но будем называть это так, возможно, в нас есть семена другого. И вопрос, как спровоцировать эти семена к появлению, как заметить, что эти семена на самом деле появляются, и как поддержать процесс появления новой функции. То есть, иногда в жизни мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, и наша внутренняя реакция на неё, ну, я употреблю, наверное, такое слово, как бы замыливается. Она возникает в какой-то момент, затем она о нами забывается, и мы не продолжаем с этой реакцией работать, мы не продолжаем её развивать, углублять, мы не обращаем на неё, вот любимое психонетическое слово, мы не обращаем на неё внимания. И, собственно говоря, она не превращается из мимолетного переживания в какое-то устойчивое состояние, в устойчивую внутреннюю функцию, психологическую функцию. И для того, чтобы это произошло, нужна какая-то определённая работа. То есть, да, туда нужно направлять своё внимание, нужно прилагать какие-то усилия для развития этой функции, то есть нужно что-то делать. И психонетика, на самом деле, это как практика, некоторая дисциплина, направление внимания на такие слабые сигналы своего внутреннего мира и корпус практик, которые позволяют далее эти сигналы как-то углублять, развивать и ими пользоваться. Это, наверное, как пример, это когда, допустим, вот вы идёте по улице и чувствуете, что надо перейти на другую сторону дороги, переходите, и там падает кирпич, условно говоря. Или у меня такие периодические штуки бывают, когда я чувствую, что сейчас кто-то мне напишет или позвонит. И вот это происходит. Если я так понимаю, что кто-то к этому отнесётся очень случайно и не будет в этом разбираться, или подумаешь, что это чудо, или ещё что-то, а тот, кто занимается психонетикой, он этот процесс изучит и, можно сказать, по-инвелперски смоделирует и, ну, можно сказать, поставит на рельсы. Будет его употреблять. Я бы, наверное, привела здесь другой пример. Может быть, я надеюсь, что он там не очень плохо будет воспринят нашими слушателями. Ну, например, вот одна из аудиторий, которая приходит исторически психонетикой заниматься, это фридайверы. То есть, пока ты простой человек, и ты не ныряешь. Ты вообще не знаком с тем, как работает твой собственный, ну, будем говорить, даже там не только сознание, а мозг, потому что это уже всё-таки физиология, прямая нехватка кислорода, да, и там какие-то другие истории. И люди оказываются не готовы к тому, что они должны своим вниманием, своим сознанием как бы замечать тонкие изменения, действительно, состояния, когда начинается кислородное голодание. Это тонкий процесс, конечно, когда он развернулся, ты себя можешь уже обнаружить, что тебе... Да, поздно. Ну, собственно говоря, зачем они и приходят к нам? Потому что, когда они это обнаруживают, то, может быть, оказаться уже поздно, и, возможно, ты даже не сможешь всплыть. И поэтому тебе нужно начинать замечать это гораздо раньше. Другой пример, вот, про который я как раз говорила, как негативный. Обычно, если человек бывает болен каким-то заболеванием, ну, например, там, связанным с приступами, например, эпилептическая история, то, вообще-то, предвестники какого-то неприятного события, которое наступает, они тоже могут быть распознаны. Но не все могут это делать. То есть, для кого-то, например, собственно говоря, сам приступ или что-то подобное, особенно если это какое-то, ну, другое любое заболевание подобного типа, они разворачиваются внезапно. Паническая атака, кстати. Да, да, паническая атака. То есть, ну, кстати, да, абсолютно согласна с этим примером. Но если ты уже внимателен, у тебя начинается регистрация более тонких знаков, и ты в состоянии сделать вывод. То есть, это, в принципе, тоже определенная функция. Но мы можем говорить о другом. Мы можем говорить о художественном восприятии. То многие не понимают, например, даже классического искусства. У них появляются некоторые основания, на которых они могут понимать, например, какие-то произведения, художественные, кино, произведения и так далее и тому подобное. Это, например, какой-то спорт, когда, опять же, если мы им не занимались, ну что, мы всегда знаем рациональную сторону знания, как работает физиология, что тебя научили, что должен делать там ученик там на тренировке. Но у тебя, например, нет какой-то, может быть, органа, развлечения, как люди с разной конституцией, например, там делают какое-то упражнение. То есть, ты начинаешь более тонко настраиваться. И можно говорить о том, что такие вещи решаются начитанностью, насмотренностью. Но, собственно говоря, это, наверное, тоже функции вот эти вот. Но мы их должны как-то заметить и создать. И ряд этих функций, они с нами происходят спонтанно. То есть, они у нас просто появляются по факту того, что мы куда-то начинаем погружаться. А вот для того, чтобы сделать их более или менее осознанно, то есть, сказать, мне это нужно или я хочу вот этого, ну, это такие примеры более близкие к жизни. Конечно, наверное, мечта каждого развернуть что-то более там фундаментальное, то есть, то, чего еще там не было в мире, или какую-то определенную ситху, умение, которое там лично для него будет являться, ну, выходящим за рамки, да, там, условно говоря. У тебя были такие прикосновения к такому? Или у учеников вот эта прям ситха, она устойчивая, и человек ее воспроизводит? Ну, да, об этом мы так или иначе все время, соответственно, кстати, ну, это тоже вот, например, помогает людям заниматься теми же для развлечения азартными играми, например. Они лучше понимают. Предсказывают будущее. Да, могут предсказать какие-то события, которые будут в этой там азартной игре, и, соответственно, этим пользоваться. Это один из примеров. Другие примеры – это действительно как люди, занимаясь какой-то спортивной техникой, улучшают свои результаты. То есть, когда они приоткрывают для себя какую-то дополнительную область, ну, в общем, достаточно разную, которая позволяет им, например, в каких-то спаррингах быть эффективнее. Есть у нас люди, которые преодолевают границы человеческого в выносливости относительно холода, соответственно, относительно каких-то сверхнагрузок, и делают это тоже с помощью психонетики. Мухтяров рассказывал, да, там кто-то стал отжиматься бесконечное количество раз после волевой медитации. Да, вот последний раз он говорил, что хотя бы с пяти нужно до двадцати. Буквально на медне, на последней сессии первого курса. Они очень удивились, говорят, как же мы пришли за великим, а вы предлагаете отжиматься. Говорю, что отжиматься тоже результат. Ну что же, это еще какие-то вещи, которые связаны не только с физическим миром, но и чисто с нашим мышлением или нашим творчеством. Например, это возможность развития какого-то определенного видения, например, математического видения. Выход за рамки устойчивого математического видения. Я вот всем нашим слушателям все время рекомендую такую книгу французского достаточно известного математика Жака Адамара «Исследование психологического процесса изобретения в области математики». На самом деле, очень интересная книга, потому что человек настолько рефлексивен, что он смог понять, как у него происходит этот процесс и как-то его там смоделировать. Смысль математики. Да, изобретение, изобретение, именно изобретение. То есть, недостаточно быть математиком и обладать математическим видением, понимать, что такое ноль или бесконечность. Нужно же уметь изобретать, изобретать что-то новое. Это отдельная функция, это не функция понимания математики. И вот он для себя смог распознать, как у него это происходит. И, наверное, это помогло ему усилить этот процесс. То есть, в принципе, такие вещи можно делать и не будучи психонетиком. Просто психонетика, как корпус техник, она тебе сразу дает возможность быстрее это организовать для себя. И здесь, наверное, задача для того, чтобы выделять такие моменты, которые действительно могут быть нужны, и выращивать их, раз уж мы употребили такое слово вначале, более интенсивно, чем если бы они сами с течением времени как-то появлялись. 45. Да, да, вот примерно так, да. Так, хорошо. То есть, психонетика – это такое направление психологии или надпсихологии, которое позволяет понимать, как ты понимаешь. Ну, я бы все-таки сказала не психология. Психология – это корпус знаний. Психонетика – это скорее корпус техник или практик. Мне больше нравится слово «практики», нежели «техники». То есть, какого-то практического инструментария, которое тебе позволит что-то с собой непосредственно сделать. То есть, не узнать о себе что-то с точки зрения модели. Повлиять на себя. Да, повлиять на себя. Спровоцировать, удержать какое-то состояние, развить какое-то состояние, превратить его в функциональный инструмент. Это с одной стороны. Ну, и с другой стороны, да, по… Ну, вот как, опять же, апеллируя коллегу Георгиевичу, он говорит, что психонетика дает возможность развить произвольную психологическую функцию под задачу. Здесь важно, можешь ли ты сформулировать эту задачу или не можешь. То есть, возможно, там нет задачи, а есть какой-то интерес. Да, неважно, на каких основаниях ты это делаешь. Но если вдруг тебе показалось, что тебе что-то такое необходимо, чтобы у тебя была возможность эту функцию действительно развить. Вырастил третью руку, чтобы… Да, да, что-нибудь такое третье вырастить, да, для того, чтобы что-то произошло. Хорошо, я еще тоже такой добавлю мини-модевационный элемент. Ну, как бы, я точно понимаю, что только благодаря психонетике у меня идея мотивации ушла на какой-то даже не второй план. То есть, мне для того, чтобы что-то сделать или там начать что-то делать, мне мотивация не то, что не нужна. Может быть, она даже и вредит, потому что она по-другому перестраивает фильтры восприятия. Для меня это просто очень волевое действие. То есть, это просто берешь и делаешь. И у меня спрашивают, а в смысле берешь и делаешь? Я смотрю на человека и понимаю, что вот сейчас бы мне ему всю психонетику как рассказать бы, чтобы он понял, что значит просто берешь и делаешь. Что это не усилие, давай, вперед, соберись, ты сможешь. Я верю в тебя. Или там любые провокационные какие-то моменты. Да просто ты берешь и делаешь. Действительно так и есть. И все это в том числе как в базе, в фундаменте через волевую медитацию. Что такое волевая медитация? И как бы зачем она нужна? Почему это такой в каком-то смысле фундамент или метафора входа в практике для работы над собой? Волевая медитация – это базовое упражнение психонетическое, на котором мы уже строим все остальные упражнения. Она дает нам базовое состояние. И здесь для меня это очень интересный вопрос, потому что волевая медитация, по-моему, могу рассказывать только о ней 2 часа. Многие путают волевую медитацию с переживанием понятия воли или состояния воли или чего-то еще такого. Я говорю, что волевая медитация – это просто методическое, спокойное возвращение к тому, что ты сам для себя определяешь как рабочий процесс. То есть, на самом деле, когда приходишь заниматься психонетикой, ты обнаруживаешь некоторые закономерности нашей внутренней жизни. Например, что внимание – это достаточно подвижная вещь, ты никогда не сможешь управлять или контролировать всем своим вниманием. оно живое, но для меня оно, я буду говорить так, имеет волновой процесс какой-то, характер. То есть, оно ослабляется, оно усиливается точно так же, как наш физический тонус. Когда-то мы более бодры, когда-то мы устали. Но смысл в том, чтобы возвращаться в любом состоянии к тому, что ты начал, к некоторому истоку, и методично его просто продолжать. Волевая медитация позволяет обнаружить себя в процессе отвлечения. Процесс отвлечения – это неплохо, а позитивным является просто возвращение. Поэтому волевая медитация дает нам возможность методично возвращать себя к какому-то базовому для нас процессу, взятому за базу, то есть, который мы сейчас делаем, который мы хотим делать. Например, мы действительно хотим практиковать, я не знаю, исихазм или тренировать себя на отжимании от пола, чтобы начинать это делать бесконечно. Но мы все время отвлекаемся. Нас отвлекают какие-то внешние дела, отвлекает ежедневная суета. Да, отвлекают какие-то наши программы. Вообще мы эмоционально отвлекаемся, и та же самая демотивация, то есть, скука и непонимание, зачем я это делаю, тоже отвлекает. И волевая медитация нас приводит не в переживание, что такое воля, а в некоторое функциональное состояние спокойной собранности, не только нашего внимания и нашего сознания, но и всего нашего существа, когда мы совершенно спокойно можем вернуться туда, куда мы хотим вернуться. Хотя весь наш организм и сознание может сопротивляться и немножечко попискивать при этом. То есть, в этом плане без умения делать волевую медитацию, не как набор конкретной техники. Хотя техника, которую мы, естественно, проходим, она дает много интересных эффектов. Но когда ты уже научился приводить себя с помощью техники в волевое состояние, в волевую медитацию, ты можешь сделать это уже без помощи. Собственно говоря, каких-то там специальных слов или чего-то другого. Ты можешь просто, как я говорю, собраться. Поэтому, да, есть возможность сразу себя привести в такое функциональное состояние и начать заниматься тем, что тебе необходимо. И, собственно говоря, наверное, для всех дальнейших психонетических упражнений волевая медитация поэтому является неким фундаментом. Не потому что ты погружаешься в некоторое состояние, а потому что ты можешь собрать свое внимание, можешь собрать свое сознание, можешь организовать внутреннюю собранность. И в этой внутренней собранности ты действительно хорошо что-то делаешь, на что ты обращаешь внимание, чем-то, в общем, занимаешься тем, чем тебе нужно. Поэтому, в принципе, мы вообще говорим, что первый шаг, который нужно сделать, это организовать вот такую вот собранность. И психонетика позволяет собранность организовывать. Это особенно важно в нашем мире, где идет борьба за наше внимание. И, конечно, всякие, как это сейчас называют, entertainment, реклама, всякие процессы, они его отнимают. И это пространство внутреннего бытия, где ты организуешь его сам, и ты там устойчив. И уже на это можно наслаивать разные техники, которые дают какие-то спецэффекты, дополнительные возможности. То есть без этого, конечно, двигаться дальше тяжело. Это фундаментальное изменение, мне кажется, которое происходит. И оно довольно полезно. То есть мы, наконец, становимся владельцами как минимум некоторого объема своего внутреннего внимания, сознания. И можем с этим эффективно работать дальше. Сначала была волевая медитация, было написано. Да, да, все было так, как-то так. Расскажи про шаги, может быть, даже какая-то мини-инструкция, чтобы люди, кто слушает сейчас подкаст, хотя бы как-то прикоснулись. Понятно, что есть там... Мы чуть позже скажем, какие книжки прочитать, что посмотреть. Вот шаги и эффекты, которые должны быть, как критерии того, что все работает хорошо. Ну, я говорю примерно следующим образом, что, конечно, мы никуда не уйдем без того, чтобы не поработать именно со своим вниманием. Это как мышца, и мы понимаем, что если мы тренировали себя в беге, то теперь мы, наконец-то, можем пробежать хорошо. И внимание тоже нужно тренировать. Когда мы начинаем заниматься психонетикой, у нас, в общем-то, возникает, наверное, четыре. Я сейчас выделяю критерия, хотя раньше я говорила о трех. То есть, во-первых, у нас повышается объем внимания. Просто мы чуть больше запоминаем, чуть меньше выпадает у нас из памяти. Мы становимся более внимательны, и больше каких-то сигналов замечается. Это первое. Вторая история – это более устойчивое внимание, то есть рост устойчивости. То есть мы знаем, что мы постоянно отвлекаемся, наше внимание куда-то мигрирует. Приходят люди, которые говорят, что им вообще бывает не собраться на каком-то процессе. Причем это не скучный рабочий процесс, которым уж точно не хочется заниматься, а зачастую даже какой-то жизненный, который представляется важным, но все равно что-то от него отвлекает, и человек постоянно, получается, находится в том, что он куда-то смещается, назовем это так. Психонетика позволяет эту устойчивость повысить. То есть мы, как минимум, начинаем понимать, что мы отвлекаемся, мы можем возвращаться к тому, что нам нужно. Мы можем продолжать, например, заниматься деятельностью и сохранять к ней интерес живой, а не так, что она нам, например, быстро наскучила. Но это бывает у людей, которые часто меняют хобби не от того, что им интересно и это, и это, и это, а от того, что это стало неинтересно, и приходится искать что-то другое. Третья история, которая будет происходить, я ее для себя в своем языке называю размерность. То есть мы начинаем видеть мир более дифференцированно, то есть то, что раньше для нас в какой-то мере выступало, как один объект становится каким-то сложным, сложной историей. Мы начинаем видеть больше нюансов и различать больше каких-то индивидуальных элементов. Ну, условно говоря, это как взросление, что вот я все время шучу, что в подростковом возрасте тебе кажется, что все вокруг одинаковые, и все какие-то типовые, и ты тоже типовой, и тебе хочется как-то выпендриться и выйти за эту рамку. А чем старше ты становишься, оказывается, что не нужно лететь на альфа-центафру, чтобы найти какой-то инопланетный разум. То есть ты начинаешь действительно видеть какую-то уникальность, видеть больше деталей, и на самом деле это повышает качество жизни, повышает интерес, потому что начинаешь видеть, что вокруг происходит гораздо больше уникального и индивидуального, даже если тебе раньше казалось, что это какая-то вот абсолютно типовая, скучная ерунда. Ну и вот и четвертый параметр, который я стала выделять в последнее время, это возвратность. Я его называю таким образом. Например, если вы действительно что-то забыли, это выпало из вашей памяти, ну вот, грубо говоря, как какое-то забытое слово, то оказывается, что у психонетика, понимаете, мы не должны все время, что ли, находиться и удерживать, концентрируясь на какой-то вещи, но мы должны себя обеспечить гибкую возможность к ней вернуться, тогда, когда нам захочется. То есть вот устойчивость и прочее, это скорее про возвращение, про управляемость этого процесса, отвлечься, понять, что ты отвлекаешься, понять, что тебе нужно отвлечься на самом деле, но и вернуться точно так же. И вот возвратность, например, в воспоминании, которые там выпали, возможности что-то вспомнить, она тоже увеличивается. И это все говорит о качестве нашего внимания. То есть таким образом, что все идет правильно, что у нас возникает. Мы делаем волевую медитацию, мы становимся, первое, более собранными, мы понимаем, что наше внимание, наше состояние становится менее суетливым. Мы начинаем видеть, как нас ангажируют некоторые внешние процессы, которые хотят, чтобы мы снова погрузились в суету и стали отдавать куда-то свое внимание. Это первый этап. Когда у нас это есть, мы можем начинать работать с нашим вниманием, делать технику деконцентрации и концентрации тоже, и получить вот эти вот четыре эффекта, о которых я говорила. Объем внимания, его устойчивость, его размерность и возвратность. И тогда мы уже видим, что меняется качество нашего внимания, одновременно с этим меняется качество нашей жизни, потому что мы начинаем, в принципе, замечать то, что раньше отсекалось нашими фильтрами восприятия. Оказывается, что есть еще много всего, и что оно не типовое, оно индивидуальное, и от этого становится разнообразнее, возможно, красочнее, возможно, интереснее, и, возможно, полезнее, возможно, эффективнее, кому как надо. Потому что, если это чисто рабочая, какая-то профессиональная область, а ты там начинаешь больше замечать, то вообще-то ты можешь организовать даже свой профессиональный процесс более качественно. Ну, или там спортивный, или там творческий, какой угодно. Вот, ну и уже после этого мы можем говорить, что мы начинаем заниматься более тонкими техниками. Это техники смысловой работы, это техники выхода как раз в скрытые слои сознания. И я бы определила их как техники провокации или техники внимательности к каким-то своим мимолетным состояниям, как раз которое мы можем взять как вот это зерно и провести его до появления какой-то определенной функции. То есть здесь можно говорить о том, что можно, например, даже работать с вдохновением. Ну, вот, ты задавал вопрос о какие там возможности появляются у меня, я пишу стихотворение, и, в принципе, я примерно понимаю, как у меня, как и Адамар, да, про математическое открытие устроен этот процесс. И если я, например, понимаю, что ко мне в виде какого-то интересного даже словосочетания и стоящего за ним понимания какой-то идеи снизошло вдохновение, а я в этот момент нахожусь в рабочем процессе, я куда-то бегу, и у меня на самом деле просто нет даже энергии развернуть это во что-то симпатичное, то я для себя нахожу метод заморозки и возвращение к этому состоянию. То есть я лучше точно вернусь к нему тогда, когда я пойму, что у меня есть вот это вот свободное пространство, чем на бегу. То есть здесь нету необходимости, например, делать это прямо здесь и сейчас. Важно понять, когда тебе будет эта возможность делать, и важно понять, сможешь ли ты вернуться к этому. Ну, вот я для себя такие вещи понимаю, мне кажется, что это тоже такое ценное влияние психонетики, например. Еще вот про переживание смысла хотел спросить, ну, в смысле, что вот у вас будет, для меня тоже таким инсайтом было в свое время, что у нас есть вот наш личный опыт, есть то, как мы этот опыт пропускаем через фильтры, ну, там разные фильтры, восприятие фильтры, физические фильтры, эмоциональные фильтры, и в итоге в виде слов общаемся. И вот между опытом и словами есть понимание. Вот что такое смысл вот с точки зрения психонетики? Это очень интересный вопрос, потому что лично мне как раз нравится копаться в этой области и дифференцировать ее, и про смысл, пожалуй, тоже нужно писать какой-то отдельный подкаст, потому что, конечно, я бы сказала, что смысл – это действие человека, потому что именно мы можем придать набору невнятной феноменологии, каким-то внешним событием, смыслом, мы можем осмыслить это, это наша внутренняя сила. И смысл для меня это нахождение, да, абсолютно невербальным или там несловесным образом понимания, может быть, места какой-то вещи в общем контексте, скажем так. И это понимание бессловесное, это понимание, которое, ну, наверное, из того, что знает наша культура, здесь ближе всего будут действительно идеи Платона, да, некоторые вот такие вот вещи, которые случаются на уровне переживания принципа. И мы стараемся именно вот это вот безмолвное понимание, бессловесное понимание, понимание, как переживание принципа, какого-то тренировать и культивировать, потому что, конечно, тогда оно позволяет смыслам в мире разворачиваться более вариативно. То есть, мне вот нравится тоже такой пример, что, если вам нужно где-то организовать небольшое походное застолье, да, то вы можете сделать это на специально поставленном в лесу столике, можете сделать на пеньке, можете сделать на лужайке, то есть, вы, в общем-то, в любом контексте сможете организовать, да, то есть, удерживая смысл, что же вы хотите сделать, там, накрыть на стол, расстелить скатерть, там, и просто посидеть, и вы сможете это сделать в любых условиях, где бы вы ни находились. То же самое, там, если вам нужно изобразить какое-то, не знаю, временное жилище, то где-то у вас будут веточки и бревнышки, да, где-то будет песочек, где-то камушки, но вы же все равно не понимаете, что это про какое-то временное жилище, из чего бы вы его не собирали, из каких бы жизненных ситуаций, оно все равно остается вот по смыслу одним и тем же, и поэтому работать со смыслами нам позволяет в вязкой среде нашей обычной жизни подбирать какие-то нужные элементы для его проявления, это тоже очень интересное направление, о котором стоит говорить отдельно. Круто, спасибо большое, я сейчас уже к завершению близимся, что людям ты рекомендуешь почитать, послушать, с чем ознакомиться, чтобы сделать вот этот первый аккуратный шаг в бесконечную вечность, ну конечно, под названием собственный разум, да, вопрос интересный, я бы наверное советовала зайти в YouTube, набрать там Олег Бахтияров и посмотреть пару вообще любых видео, которые вам он подкинет, потому что это Олег Георгиевич, он обязательно всегда говорит с очень высокого уровня, это фундаментальные вопросы, которые он затрагивает, то есть вы просто увидите, зачем нужна психонетика, что это такое и что оно может дать, но даже есть, я так понимаю, что некоторые записи конкретных практик, но я думаю, что смотреть их в виде видео довольно-таки скучно, потому что если ты сам их параллельно не делаешь, то ты не почувствуешь, что с тобой происходит, да, потому что вот все-таки поскольку это практика, это делание, вот, ну и потом, конечно, для тех, кто любит книги, у Олега Георгиевича есть ряд книг, есть ранние работы, ведение в психонетику и такая книжка Деконцентрация, которая, собственно говоря, описывает одну из наших базовых техник, она для того, чтобы погрузиться, может быть, переживания в какую-то антологию психонетики, соответственно, есть книги более позднего периода, которые философски осмысляют то, что с нами происходит, когда мы начинаем выполнять практику, это технологии свободы, активное, сознание и воля над хаосом, да, вот сейчас вышла новая четвертая книга, которая называется «Волюнтаризм». Вот это и книжки, и видео, да, я рекомендую, мы точно продолжим наши встречи, записывание подкастов, так, чтобы у нас было с вами, дорогие наши слушатели, общее какое-то поле смыслов, чтобы мы уже понимали друг друга, я рекомендую с ними ознакомиться и продолжать слушать радио НЛП. Наталья, огромное спасибо. Спасибо тебе за приглашение, мне было очень интересно, на самом деле, очень нравится рассказывать про психонетику. Мы продолжим обязательно. Отлично. Всем пока.